я рад вас всех приветствовать и сегодня мы с вами будем разговаривать о кресле от компании грако грако это американский бренд вдруг кто забыл моделька у нас с вами сегодня на обзоре н шанс если правильно произнес это кресло категории 012 и вес самого кресла вот вы просто начали часто спрашивать я уже решил везде это говорить 8 килограмм 95 грамм по сути 9 килограмм гарантию производитель дает на кресло один год 012 категория друзья это с рождения до 25 килограмм то есть где-то до 120 сантиметров до шести лет наверное где-то вот так вот это будет правильнее вот и это такой знаете хороший среднячок добротного качества кресло без изофикс устанавливается она исключительно на ремень но на самом деле мы тоже уже думали что кресло которые устанавливаются не на изофикс или на ремень и такой вымирающий вид кресел но это абсолютно не так очень много людей хотят ставить кресло в автомобиле на переднее сидение и еще у многих людей нет изофикса в автомобиле казалось бы в таком мире живем что уже давно пора быть но не у всех есть автомобили с изофиксом и здесь у нас кресло устанавливается с помощью ремня здесь очень хорошая система натяжения ремня против хода можно поставить естественно тоже ремнем все это крепится и можно поставить спереди отключив подушку безопасности обязательно если новорожденного против хода ставите по любому и нужно отключать если не отключается мы не ставим его вперед это вот такое правило которое нельзя нарушать вот к креплению друзья мы с вами подойдем давайте сейчас глянем на само кресло кресло у нас так как то 6 лет друзья она вмещает в себя вну я к тому что он очень крупная вместительная и непосредственно простора для ребенка здесь очень много с рождения возим для этого нам нужен вкладыш какой-нибудь в кресле обязательно должен быть и здесь он естественно есть для новорожденного хорошая фиксация головы с очень приятными материалами все мягенько я вклады сейчас вытащу покажу его вам более детально потому что это важно чтобы вкладыш был прям очень хороший вот так у нас выглядит вкладыш здесь у нас видите дополнительный вкладыш с поролона чтобы выпрямить поясницу ребенка чтобы он более-менее горизонтально полностью горизонтально здесь нельзя лежать но близко к этому чтобы можно было усадить ребеночка чтобы новорожденному нельзя прям совсем сидя ездить чтобы было в пределах норм здесь всегда есть вот такие вкладыши ребенок спинку немножко под выравнивает но хочу напомнить вдруг мы не знали маленького ребенка месяцев до 4 нельзя возить больше 40 45 минут непрерывно поэтому остановились погуляли размялись полчасика и снова можно будет ехать очень вредно ездить долго постоянно смотрите по мере роста ребенка у нас здесь можно непосредственно отдельно снять вкладыш если вы почувствовали что вот ему нужного здесь больше пространства и только потом мы вынимаем вот этот вкладыш здесь можно вытащить отдельно вот эту часть и оставить сейчас вынесет очень плотно сидят в общем что ты будешь делать дружище вылезай плотненько прям вот все таки вытащил его можно оставить непосредственно когда ребенок подрастет месяцев до 6 вот эти вкладыши чисто оставить чтобы было помягче можно соответственно не вынимать люди по-разному делают но имейте ввиду есть вот такая возможность дальше это у нас что касается новорожденного вот с этим вкладышем мы ездим до того момента пока нам надо вот и естественно против хода движения это кресло не крутится ни на какой базе его нужно обязательно развернуть и смотрите вот так вот и здесь ну просто максимальный угол наклона чтобы ребенок новорожденный комфортно лежал и вот так мы его с вами устанавливаем против хода движения давайте я сейчас быстренько установлю сейчас я посмотрю как это было сделано так через верх у нас проходит ремешочек так смотрим получается что вот здесь вот здесь опрокидываем вот здесь у нас проходит ремешок и вот здесь у нас проходит ремешок вот это все так выглядит сейчас ребенка нет поэтому я разбрасываюсь тут как говорится так как хочу как мне удобно вот и собственно вот так это выглядит ремешочек проходит у нас специальных направляющих заходит здесь а в самом кресле под ребенком естественно это до установки до усадки ребенка надо делать под ребенком проходит здесь снизу ремень все вот так мы поставили и все сейчас я вам покажу как его установить друзья по ходу движения обычно у людей возникают вопросы как против хода установить по ходу здесь естественно все очень просто ремень проходил друзья вот в этом месте под ребеночка все это дело вот так вот убираем ремешки все здесь проходит это все естественно под вкладышем пока мы против хода едем все ребенку никак ремень не мешает друзья на что касается того чтобы установить его по ходу движения смотрите угол наклона вам покажу здесь есть 44 зоны синяя зона у нас вот стрелочки совпадают это только против хода по ходу мы не можем въехать в синей зоне нам нужно быть в красной и вот этот наклон максимальный при движении вперед здесь друзья ну очень приличный наклон чтобы ребенок в дальней дороге нормально себя чувствовал дальней поездки так что нам нужно чтобы поставить кресло по ходу движения нам нужно ремень полностью высадить высунуть вот так вот и здесь есть по бокам отверстие в которое мы просто пропихиваем ремешочек до тех пор пока он с той стороны не вылезет надеюсь попал вот достаем его защелкиваем и начинаем натягивать нам нужно чтобы нижний ремень полностью натянулся прям сильно как страна потом тянем за верхней и засовываем в направляющей красный который я вам показал предварительно его отодвинув я вам сейчас небольшую подсъемку сделаю и покажу как это выглядит и нибудь всплывет сейчас и после чего нам нужно максимально все это натянуть чтобы вы понимали друзья благодаря вот этому вот натяжителю кресло становится более монументально но как приступ при плавлено к автомобильному креслу нежели чем у кресла с изофиксом вот такая система мне нравится больше они едут во первых когда вы едете она не гремит потому что на изофиксе кресла все но люфты имеет хода там сантиметров несколько все это звучит меня лично это всегда напрягает вот и вот так вы поставили и все вас никаких заморочек нет регулируется здесь все непосредственно до 120 сантиметров когда ребенок дорастет до роста в 100 сантиметров и уже чуть-чуть перевалит 100 сантиметров вот эти ремни мы демонтируем и пристегиваем уже его категории как бывает 23 непосредственно здесь так как мы затрагиваем группу 2 кресло уже будет пристегнуто вместе с ребенком здесь получается три варианта против хода вот как я только что показал и как вы себя пристегиваете в автомобиле та же самая история здесь есть специальный направляющий прокидываем туда ремешок все и регулируем подголовник таким образом чтобы от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев выше поднимите ремень на горле очень опасно так делать нельзя поэтому имейте в виду так собственно по крепежу друзья разобрались три варианта крепления в зависимости от возраста против хода и ремнем у нас естественно до года до 9 месяцев потом мы разворачиваемся до 100 сантиметров предыдущий вариант используем и кресло с ремнем когда уже после 100 сантиметров как по мне хорошая практичная удобное кресло с очень классным продуманным креплением из возможности поставить вперед плюс еще грака бренд друзья ничего себе это очень хороший бренд что касается кстати безопасности естественно здесь все сертификаты все пройдено обязательный краш тесты есть все нормально ребенка можно доверять по ткани друзья хочу сказать очень мягкое сидение много наполнителя все приятно на ощупь естественно это не какой-то там шелк шелк там японский подобное обычная классическая синтетика но приятная нормальная синтетика можно постирать стирать до 30 градусов друзья чтобы она не села и вы смогли потом обратно одеть собственно все друзья всю информацию которую хотел донести донес вопросы есть комментарии открыты пишите пообщаемся с вами но вы сайт мир автокресел снизу ссылочка есть можете пройти и другие модели посмотреть можете приехать к нам сеть наших магазинов померить посадить разные варианты кресел посмотреть здесь я думаю это кресло тоже должно понравиться вот но хочу пожелать сделать хороший грамотный выбор удачную дорогу всем пока